Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим, выкатим на несколько каточек и, соответственно, заценим Excelsior. Это тяжелый танк премиумный пятого уровня. Вообще, ребятки, знали ли вы о том, что, в принципе, есть всего три тяжика премиумных на пятом уровне? Это Т-14, это Черчилль третий и это Excelsior. Есть еще две машинки коллекционных, это КВ-220Т и ВК-3001H, но это коллекционки, а это премчики. Но в чем разница, я думаю, вы догадываетесь, если не догадываетесь, можете глянуть, там разница только в том, за что их можно продать. Одни можно продать за голду, вторые можно продать за серебро, ну вот, в принципе, и вся разница. Короче говоря, Excelsior, как Черчилль третий, как Т-14, вы, ну, Черчилль третий, по-моему, не находится в ветке, сейчас пересмотрю. Да, в веточке его нет. А вот Т-14 в веточке есть, вот он в Соединенных Штатах, и Excelsior есть в веточке в Великобритании, ну, точнее, в дереве, да, и отдельной веткой здесь выставлено. То есть в любой момент вы можете приобрести данную машинку за 2400 голды. Периодически есть скидки, скидки довольно неплохие, в 50% иногда даже бывают, но, соответственно, можно, в принципе, голую-лысую машинку взять за 1200. И вот возникает вопрос, а чего стоит Excelsior на своем уровне, ну, и, в принципе, нужна ли эта машинка, если нужна, то кому? Ну, хотя бы исходя из того, что в любом случае любой прем-танк пятого уровня явно не заточен под конкретно фарм, это абсолютно не его цель. Он просто должен быть более играбельный, более приятный, более фановый на своем уровне, чем обычные заурядные проходные танчики. Но, честно говоря, не всегда это так, как должно быть. Поэтому давайте поговорим о Excelsior более подробно, но максимально кратенько. Итак, ребятки, что касается бронирования. Я бы сказал, что бронирование по сравнению с другими премчиками довольно-таки неплохое, в частности, по сравнению, допустим, с Черчилем. У Черчиля гораздо больше мягких мест, чем у Excelsior, но только если вы его отыгрываете вот так вот, в прямой проекции к врагу. Дело в том, что основное бронирование данного танчика, оно представляет собой следующее. 120 миллиметров башня спереди, вот эта вот планка, да, квадратная, она имеет 120 миллиметров брони. Также 120 миллиметров брони имеет вот эта верхняя часть, ВЛД, да, назовем ее. Но я не знаю, честно говоря, ВЛД, не ВЛД, потому что что тогда вот это? Ну, короче говоря, вы меня поняли. Вот эта вот часть, когда враг на вас смотрит, он видит 120 миллиметров брони неприведенки. Потому что она прямая, как у голдома. И вот эта часть, она тоже имеет 120 миллиметров. Что же касается вот этой конкретно части, которая идет с наклоном, выше вот этого стыка двух бронелистов, нижнего и верхнего, то вот эта вот планочка верхняя, она имеет в себе бронирование, в принципе, не сильно большое, 54 миллиметра. Но с учетом приведенки уже получается 184. Что касается, кстати, вот этой вот пластины, она не имеет не 120 миллиметров, а 114. Я немножко оговорился, но суть, в принципе, приблизительно та же самая. И вот эта нижняя часть, нижняя планка брони, она имеет в себе 54 миллиметра брони. Но опять-таки, с учетом приведенки, получается 175. Но только если вот в такой прямой проекции. Понятное дело, что если будут смотреть как-то немножко снизу, вся эта приведенка падает, ну и приближается к 54 единицам. Что же касается башни. Как я уже сказал, 120 миллиметров здесь. Пока вы вот так смотрите на кого-то, то вот здесь по бокам, две вот этих вот, ну щеки-не щеки, да, два вот этих вот скоса башни, они имеют в себе 92 миллиметра. И в приведенке имеют 329, если вы стоите исключительно вот так прямо. Как только вы начинаете поворачиваться, дальше башня превращается в 92 миллиметра. И, кстати, ребята, в 92 миллиметра абсолютно по кругу. Соответственно, чем больше ваша башня стоит под скос, куда прилетает, тем меньше вероятность того, что вас пробьют. Ну, в принципе, если будут бить под углом 90 градусов, соответственно, провалят абсолютно-таки не беда. Что же касается, ребятки, маленького нюанса по бронированию, то вот если вы вот так вот смотрите на танчик, вот эта вот планочка, вот эта вот планочка, которая здесь сверху, она практически не видна. Но если танчик вот так вот хотя бы чуть-чуть вниз опустить, соответственно, кто-то хотя бы чуть-чуть сверху на вас смотрит, то, ребятки, вот здесь вот всего лишь, ну, я бы сказал, действительно, всего лишь 25 миллиметров. Согласитесь, маловато для бронирования. Поэтому вот это место надо прятать. Что касается кепочки вот этой, во-первых, ее, по идее, еще выцели, ну, это для начала. А во-вторых, броня у нее, в принципе, есть. 92 миллиметра брони, точно так же, как во всей башне, в прямой проекции и в приведенке. Я бы сказал, тоже неплохо, 194 миллиметра. Что касается кормы, ребят. Корма, кстати, между нами довольно-таки прикольная, потому что сзади вот эта вот прямая часть, вот прямая часть, которую, как правило, пытаются выцелить, такой квадрат, да, нарисуем себе визуально. В этом квадрате, в корме, 108 миллиметров. Я бы сказал, что довольно неплохо. Хуже немножечко вот здесь нижняя планка, вот эта, которая вставлена, на 63 миллиметра и 38 миллиметров, это вот эта верхняя часть. То есть вот сюда вот бьется, ну, прям вообще, мама не горюй. В приведенке 72, ну, согласитесь, ну, ни о чем можно сказать. Но корма, как правило, у всех танков страдает, согласитесь. Если здесь есть хоть какая-то броня, это уже лучше, чем полное ее отсутствие, как у многих. Теперь, что касается борта. По борту здесь немножечко похуже, потому что вот это экран. Экран этот представляет собой всего лишь 25 миллиметров. И если его отсюда убрать, то под ним брони нет, там, 31 миллиметр в бочине. Соответственно, по бокам прошивать вас будут не в башню, а просто вот всю вот эту вот красоту будут выцеливать и выбивать. Становиться ромбом, ну, вроде бы, типа, как-то что-то должно зарешать. Но, ребят, я всегда отыгрывал на экселсоре, и исключительно вот так вот, в прямой проекции к врагу. Теперь давайте перебежим к орудию, а все остальное зацелим непосредственно в самой каточке. 110 единиц пробития, простите, и 160 единиц альфы. Для пятого уровня получить альфу от среднего танка шестого уровня, ну, я бы сказал, что такое себе, потому что вроде бы все же тяж, и должен был бы накидывать чутка побольше. Но при том, что у него хорошая бронированность и 5,8 секунды перезарядка, в целом плюс-минус нормально, хотя особого ДПМа у машинки нет. Всего лишь 1656, хотя, опять-таки, всего лишь, это, ребят, пятый уровень, это не шестой, не седьмой. Ну, соответственно, я бы сказал, что ДПМ, как для пятого уровня, он тоже плюс-минус неплохой. Вопрос немножечко есть по разбросу на 100 метров и времени сведения, но это мы зацениваем непосредственно в бою. Плюс к тому, ребят, обратите внимание, на углы склонения минус 13, то есть, в принципе, по возможности отыгрывать от башни довольно-таки неплохо. Мало того, что 120 миллиметров брони, в принципе, и так есть в башне, так плюс еще и приведенка какая-никакая, немножечко сработает, если будете стоять, ну, скажем, прямо не под ровным углом, а где-нибудь на скосе какого-то возвышения. По орудию вроде бы все, по бронированию, то, что хотел сказать, тоже сказал. Давайте ринемся с вами в каточку, посмотрим, что он может неспосредственно в замесе, но и все остальные вещи будем заценивать именно так. Ребят, пока мы забрасываемся в бой, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, справа внизу есть желтый шильдик, наведите на него мышь, и в один клик вы станете постоянным зрителем моего канала. Я буду вам безумно благодарен за поддержку развития моего начинания. Вам эта подписка ровным счетом ничего стоить не будет. Для меня это, ну, огромнейший ваш вклад в развитие моего канала. Спасибо вам огромное за благодарность вашу, за мои труды. А благодарность ваша, это как раз ваша подписка, ваши лайки, ну и, соответственно, ваши комментарии под видео. Итак, ребятки, зацениваем подвижность. Смотрите, с места, с места Excelsior срывается. Я бы сказал, что, ну, я, конечно, не гонщик, поэтому заценивать скорость сложновато. Но, ребят, согласитесь, с места срывается он никудышни. Зато, когда он набирает свою максималку, идет довольно упрямо. Максималка у него составляет, ну, где-то в районе 39-40 км в час, если катиться где-то с горки. Поэтому особой подвижности, прям особой-особой, он не обладает. Но, в целом, согласитесь, для того, чтобы катиться по карте, этого достаточно. Тем более, ребят, вы тяж, вы все-таки не СТшка, не ЛТшка, поэтому рассчитывать на то, что он должен ехать как СТ или ЛТ, ну, как бы, не совсем. Итак, сведение. Вот то, что я говорил. Сведение у Танчика, но не то, что оставляет желать лучшего, а прям совсем грустное. И что самое парадоксальное, у него грустное не только время сведения, но и круг разброса. У него, ну, прям совсем до слез грустный. Поэтому отыгрывать на данной машинке на больших расстояниях у вас не получится. И мне есть такое предположение, что, скорее всего, разрабы, когда балансили данную машинку, с учетом того, сколько брони они насыпали на машину пятого уровня, а, в принципе, Танчик бронированный, но они не могли наделить этот Танчик каким-то, знаете, еще и бешеным прям временем сведения, ну, и, соответственно, разбросом. Я так понимаю, что в данном бою мы явно сливаемся. Я поехал на линию ТТ, думал встретить ТТшку с ней, там, немножко как-то пободаться, но, к сожалению, не вышло так, как хотелось. В любом случае, сейчас сделаем то, что сможем сделать. Не знаю, правда, что это будет. Ну, вот по склонению, ну, в башню, видите, сзади прилетела и прилетает дальше. Вообще, время перезарядки у Танчика, я бы сказал, нормальное, в принципе, как для тяжелого танка. Углы склонения тоже довольно приятные. Но Танчику все-таки необходимо приехать и в кого-то упереться, а не дать себя окружить, ну, и, соответственно, чтобы тебя разобрали. Итак, ребят, что касается вот бронирования, смотрим, пробили башню, пробили башню сзади, пробили вот здесь вот нас сверху в нашей тушке. Спереди нас никто не пробивал, ну, и, соответственно, в корму тоже не набрасывали. Как я понимаю, особой необходимости в этом не было. Заканчиваем бой, смотрим на результаты, хотя смотреть особо не на что. Я думаю, что, в принципе, и так все понятно. Но, виной всему исключительно вопрос того, что я поехал не со всей командой, рассчитывал на то, что тяжик поедет, ну, и, соответственно, надо будет его сдерживать, ну, и с ним уже, соответственно, перестреливаться. Досматриваем бой и закидываемся обязательно в следующую карту. Итак, друзья, как и предполагалось, бой закончился поражением. Мы сделали всего лишь 340 единиц урона. Ну, сюда даже смотреть не буду, потому что смотреть особо не на что. Давайте посмотрим на результативность в нашей команде. Ну, результативность, в принципе, никакая, чего тоже следовало ожидать, с учетом того, что я поехал на фланг, на котором никого не оказалось. Возможно, я, честно говоря, неправильное решение какое-то принял, но ехать, честно говоря, в пески туда вот, в дюны, и там кататься с СТ-шками, ну, Экселсер не совсем на это способен. Все-таки не для него это немножечко направление. Погнали в следующую каточку, посмотрим, что он сможет в следующем бою. Я сейчас попытаюсь как-то сначала определиться, куда поедет наша команда, ну, и, соответственно, поеду вместе с ними. Вне зависимости от того, насколько удачное направление, ну, по моему мнению, или неудачное. Итак, ребятки, забросились мы в следующую каточку, и, честно говоря, я вот сейчас не знаю, что мне делать. Дело в том, что танчик сам по себе предполагает поехать в город. Но по большому счету, как я понимаю, в городе мы, опять-таки, никого не встретим. Сейчас нас вообще, в принципе, у врагов не наделил рандомчик тяжем. Ну, соответственно, сейчас поедем тыкаться со средними танками. Но, может быть, в этом и есть позитив, потому что все-таки наша броня, она, ну, в лобовой проекции для СТ-шек и ЛТ-шек куда сложнее в выносе, чем для тяжелых танков. По поводу подвижности, то, что мы заценивали с вами в предыдущей катке, хотелось бы добавить то, что под горку танчик, в принципе, едет не быстро, но упрямо. То есть он поднимается, он едет, он тянет, но и для вас, в принципе, не является прям, ну, совсем какой-нибудь бедой подняться в горку, закатиться и занять какую-то позицию. Ну, по подвижности с горки вообще красота. Честно говоря, такое периодически создается впечатление, что ты катишься на СТ-шке, а не на тяже. Так, займу свою прямую проекцию. Ну и, соответственно, вот вам, пожалуйста, 4 непробития, ну, прям как с куста, что называется. Вот вам и результат бронированности данного танка, ну, я бы сказал, на глаза. Вот еще несколько непробитий. Опять-таки, довольно-таки приятно. И самое главное на этом танчике не становиться боком. Что касается того, чтобы отбросить на дальнее расстояние или на среднее расстояние, поверьте, вот сейчас это был больше фарт, чем закономерность. Но прям не бывает такого, чтобы танчик прям настолько выцеливал. То есть для этого танка это больше исключение, чем правило. Я думаю, что для Леопарда пробить нашу броню, это все равно, что головой пробить бетонную стену. Ну, вот, как видите, на 80 сейчас залетела в затылок. Тоже не пробил. Я отвлекаться не буду. По одной простой причине, потому что по-другому Леопард тогда начал бы разбирать меня в корму. Горгулею, к сожалению, не пробиваю, хотя она была зеленая. Но это, опять-таки, больше не фарт полета снаряда. Потому что снаряд, ну, не совсем летит туда, куда хотелось бы. Ну, вот и результат. То, что я говорил. Как только вас начинают разбирать куда-нибудь вбок, соответственно, танчику приходит сразу смерть с косой и забирает этот танчик, как грешника, в адский ангар. Ну, причем происходит это довольно-таки быстро. Итак, по бронированию делаем следующий вывод. Когда вы стоите, все-таки, ребят, в прямой проекции, броню пробить очень сложно. Правильно сделал Леопард, что он запрыгнул за меня назад. Ну, и, соответственно, мне необходимо было делать выбор. Либо поворачиваться к Леопарду и, соответственно, его выносить, минусовать один ствол. И я знал, что Леопард меня в лицо не разберет. Либо поворачиваться к Горгуле и к другому врагу, для того, чтобы они, соответственно, не могли меня пробить. Но тогда бы меня явно в мягкое нижнее место разбирал бы сам Леопард. Короче говоря, в любом случае, как только вас на этом танке начинают окружать, но можете потихоньку собирать вещи в сторону ангара. Досматриваем бой, выкатываемся из боя в ангар и дальше с вами все дообсудим. Итак, ребята, бой закончился. 897 единиц, будем говорить 900 единиц урона, один сделанный фраг. Я думаю, что это существенный был вклад в победу, исходя из того, что минус нули ствол, который может быстро прыгать по карте и, соответственно, разбивать кому-нибудь барабаном. Мы заняли третье место в команде по урону, но, согласитесь, Чехе, он, в принципе, довольно круто оторвался от нас и сделал 3 фрага, ну и набил 1400 единиц урона. Но вот от вот этого товарища, от СТРВ М42, мы не сильно отстали. Короче говоря, ребят, я попытаюсь подсуммировать как-нибудь очень быстренько, так, чтобы не тянуть время. Танчик на очень большого любителя. Любителя, честно говоря, непонятно чего. Я бы рекомендовал приобретать данный танчик явно не за 2400, а где-то с 50% скидкой. Это первое. Ну и второе, приобретать его только в том случае, если больше из дерева развития у вас, ну, нечего больше купить, потому что вы это все уже купили. Потому как данная машинка, честно говоря, для меня лично, ну, не сильно фановая, не сильно играбельная. Он все-таки не настолько быстро передвигается, чтобы получать фан от быстрой езды. Он не настолько много ДПМа имеет для того, чтобы получать удовольствие от большого ДПМа и большого урона по результатам боя. Он имеет хорошее бронирование, ребят. Ну, вы в конце концов берете себе не кирпич для того, чтобы просто стоять и принимать, не пробить. Вы хотите поиграть, вы хотите понагибать. А этот танчик, ну, не сильно нагибающий, прямо скажем, по крайней мере, по моему субъективному мнению. Ну и, ребят, танчик отыгрывается только нормально. Вот так, а как только как-то вот так, вот так, это вообще, в принципе, ну, дорога на тот свет для этого танка. Поэтому, ребят, данный танчик за 2400, мое субъективное мнение, ну, прям совсем не стоит покупать. Я бы, честно говоря, допустим, за те же самые денюжки рекомендовал вам присмотреться к Т-14. Танчик немножечко другой. Хотя и он далеко не имбовый. Поэтому, ребят, ну, какой есть, такой есть наш Экселсер. Это был мой обзор на него. Если вы чем-то не согласны или наоборот согласны, напишите об этом в комментариях. Я отвечаю всем. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео, приходите на стримы. Всех благ, всего хорошего, мирового беспокойствия.